Михаил Сергеевич, до того, как вы стали всесоюзным мушкетёром, вы стали всесоюзным котом, благодаря этому фильму. А потом и всесоюзным волком. Да. Как же так случилось, что вас увидели такого прекрасного кота? Если честно, то это не я увидел, и не режиссёр, а гример. Меня посадили на грим, как мушкетёра, как Теодора, с волосами, с усами. Всё красиво было. И через полчаса я посмотрел, и я вот такой. Она всё придумала сама, Белла. Замечательный гример. Она придумала беленькие узики и брови. И из чего она сделала? Это не парик, это просто куски такой очень жёстких волос, которые приколотые какими-то невидимками. Так что каждый раз она делала мне это заново. И мне ничего не оставалось, просто как сказать текст. Остальное всё сделала она. Ну вообще, надо сказать, фильм был невероятно прогрессивен для своего времени, потому что там и кот-злодей в модных джинсах, и ансамбль «Дикие гитары», который играет рок, и Баба Яга в мини-юбке. Ну то есть просто... Нечисть была на высоте. Нечисть была, да-да. Ну, я думаю, из-за того, что нечисть, можно было немножко быть антисоветскими, да? Да-да-да-да-да. Был какой-то такой момент? Смотрели какие-то примеры, не знаю, какие-то... Ориентировались ли на какие-то западные образцы? Конечно. Я даже гитару принёс, как у Пола Маккартни, скрипочку. Всё было продумано. Джинсы мои родные, собственные. Да вы что? Да ладно. Вы пожертвовали джинсами? Ради искусства последнее отдал. Эх, бараночки, конфеты, бары расставали, мы лесные самоцветы, дикие гитары. Мы кричим, мы кричим и барабаним, от кого в лесу найдём, от кого в лесу найдём, всем шотить не станем, на части разорвём. О-о-о, на части разорвём. А-а-а-а, на части разорвём. Ну, у нас есть ещё и леший Георгий Антонович Штиль. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте посмотрим фрагменты с вашей ролью. Вы теперь при родителях содержитесь. Абрикосы кушаете. А я маму свою не знаю. Говорят, ведьма. А кто? Какая ведьма? Куда девалась? Все тебя шпыняют. Все тебя срамят. Каждое тебе злодейство требует. А у меня, может, душа нежная, как цветок. Да. Прекрасный леший вам удался, Георгий Антонович. Как вы вообще прореагировали на предложение сыграть лешего? Или это для вас уже было, так сказать... Родной. Я уж как в Одинова играл, я всех это переиграл. Ещё кого-то такого... А леший, это ж хороший леший. А какая Баба-яга, такой Баба-яги вообще в мире, наверное... Это самая симпатичная Баба-яга. Симпатичная, прекрасная, добрая. Она вас вдохновляла. И вообще сказка этого очень добрая. Самая добрая. Михаил Сергеевич, почему, я думаю, Максим спросил относительно того, как случилось, что вы, значит, оказались котом таким замечательным в этой картине, потому что в этой картине играет и ваш прямой родственник, дядя. Я тебя сейчас... Что это с тобой? Зубами маюсь. Сам виноват, зубы запустил. Заряжите ему. Да я ведь всё волшебство и чародейство опробовал. Не было ли протекции? Вот что, может быть, подразумевал Максим. Нет. Нет, не было, потому что протекция была со стороны Гладкова. Я уже много пел песен Гладковым, и он заранее писал партию кота, зная, что петь буду её я. И там пойдём все интонации. Игре конец! Я дикий кот! Всё это уже было зафиксировано. Под вас заточено. Или ещё раз согласилась, конечно. Ну что ж, Мишка, так Мишка, давай. Ну, конечно же, невероятно популярными стали не только сказочные герои. Я думаю, вас узнавали, да, сразу же на улицах. Вас Лешего узнавали, Георгий Антонович? Да. То есть к вам как к Лешему обращались, да? Или как? Бывало. Да. Но к хорошему Лешему. Хорошему. Ну, а уж что говорить о Маше и Вите, потому что они стали невероятно популярными, эти дети. То есть они мечтали с ними познакомиться. Маша, по-моему, это баба Яка. Да что ты ведь? Это малонаучная воображинка. Маша, чего? По-моему, она нас есть хочет. Они так малые, мне кажется, эти ребята. Вы помните, Михаил Александрович, сколько было лет ребятам? Просто удивительно, как они хорошо играли. Лет 7. 6-7 лет. Вот ужасный возраст, в смысле, для артиста. Но дети всегда дети. И, конечно же, обаяние детское остается навсегда. Я надеюсь, что это обаяние поразит вас снова в подросших Маше и Вите, Наталье Симонова и Юрия Нократов. Сегодня в нашей студии. Всего лишь 43 года прошло. Здравствуйте. Здравствуйте, Маша, здравствуйте, Юрия. Здравствуйте, Наташа и Юрия. Ну, вот 43 года. Вы не виделись все эти годы, да? Практически, да. А сколько вам было на момент съемок? 6,5-7. Я пошла в первый класс. А вам, Юрий? 8. А, ну не так малы вы были уже. Но, тем не менее, все равно, конечно, крохи. Но вы не изменились, только усы приобрели. А очки снялась. Полное описание, что над вашими усами работала та же гримерка, которая делала в музыкантуре. Да, это правда. Да. Что вы вспоминаете об этих съемках? Как вы попали, во-первых, в этот фильм? Ну, меня взяла мама из детского садика. Хочешь поиграть в кино? Ну, хочешь, ладно. Ну, лишь бы не в детский садик. Сидочка, а что, мама имела какую-то связь с кино? Никакую. Она услышала просто по радио, объявление по радио. И повезла меня, ну, как это называлось раньше? На полу. Прослушивание, да. Пришла, привели меня. Мама к своему ужасу поняла, что я не знаю никаких стихов, никаких песен. Но я пообещала, что я спою. В лесу родилась елочка. У меня очень хорошая образованная мама. Она преподавала философию и писала диссертацию. Мной совсем не занималась. Да, и я ушла к режиссеру и спросила его, если он никому не расскажет, я ему спою. Но у меня не очень приличные песни. Так, от образованной мамы вы узнали их? Или в саду с вами поделились? Конечно, нет, конечно. А что за песня была? Сейчас расскажу. Я села нога на ногу, гитару сымитировала. И помните, Толкунова пела? Стою на полусталке. На полусталке? Да, на полушалочке. А почему настоящие песни я не знала. Я знала только ее неприличную интерпретацию. И я спела... А какая была? Стою на остановочке в кармане полулитровочки. Мама философ, я думаю, даже не подозревала. Я представила, представляете, ангелок сидит. Да, да, да. С такими словами в кармане полулитровочки. А мимо пролетает ПМГ. Я даже до сих пор не знаю, что это такое. Наверное, милиция. ПМГ. Ну, маме я вышла, сказала, что я спела в лесу. Родилась елочка, конечно. Юрий, вы тоже пели песни? У вас был более приличный репертуар? Нет, бог миловал. Меня на линфильм привела мама. Там я снялся в нескольких эпизодических ролях. То есть уже до этой картины? До этой картины, да. А, то есть вы же были бывалый. Да, а в эту же, так сказать, взяли с опытом. Теперь ему ничего нельзя. Он под наблюдением. Ничего. А головастиков за щекой тебе держать нужно? Нет. Ну, ладно, я тебе тоже одну вещь расскажу. Тайну. Только чтоб мама не знала, хорошо? Угу, договорились. Нет, не могу. Это уже не тайна, если ее расскажешь. Ты прав. А вы продолжили свою карьеру дальше? Дальше нет. Почему? Не сложилось. Сейчас работаю в компьютерной фирме. Обалдеть. А у вас есть семья? Есть. Дети? Есть. Смотрели? Смотрели. В фильме с Таней? Смотрели. И что? Как? Ну, сначала сын не верил, что это я там снимаюсь, потому что было непонятно, как... Трудно сопоставить. Как маленький мальчик, да, так сказать, такой взрослый мужчина-отец. Да. А потом понял, гордость пришла. Гордость и уважение пришли в семье. Наташа, а чем вы занимаетесь? Как пошел мой сын в первый класс? Ну, у меня трое детей. Старшей дочке. 24. Ее зовут Настя. Полина 17. Она заканчивает 11 класс. А когда пошел сын в первый класс, я бросила преподавание, ушла из института. И сейчас я дома хозяйка. Я понял, что такое ПНГ. Патрульная машина ГАИ. Все, я понял. Но есть еще один человек, который так очаровывал Георгия Антоновича и так попугивал детей. Да. Валентина Григорьевна Кособутская, замечательная актриса, которая сыграла Бабу-Ягу, тоже сегодня приехала. Ура. Прилетела на стуке. Не надо. Валентина Григорьевна, ну туда, к левшему, к левшему. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Жорочка, привет. Мишенька, подбегу сейчас. Здорово. Здравствуй, дорогой. Все нечет в сборе. Здравствуйте. Вы у вас самая любимая папа-яга. Самая красивая. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Наташи. Валентина Григорьевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы меня узнали, да? Но мы не могли вас не узнать, каким образом вот вы сохраняете... Цвет волос. Цвет волос, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, мне это я хотела заказать? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, даже не знаю, как это. Вы знаете, сколько этому парику... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Этому парику больше 40 лет. И вы знаете, почему он так хорошо сохранился? Потому что он не лежал в диване. Вот так, с плюсом, ты. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы его носили? АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что нет. Когда мы закончили фильм, мне этот парик, Эллочка Иршова, наш гример, подарила. И я еще очень много в нем играла Баба-Ягу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Гороба. Вот как! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В женщине присутствует немножко Баба-Яги. Никто спорить не будет, правда? Согласна. Анечка, ты согласна? Конечно, особенно в красивой женщине есть. Немножко Баба-Яги. Да. Да-да-да. И меня пригласили на эту роль. Я массовочки бегала там в театре, и кто-то меня там заметил. И пригласили именно на эту роль. И не на роль Снегурочки. Хотя у меня все есть. Вот видите, коса у меня есть. И красота. Да, красота. Ну, давайте вспомним, вспомним, как Снегурочка-то выглядела. Добра и доверчива слишком, И да-да меня наказание жестокое ждет. Но страшнее для меня, Что к девчонкам моим и мальчишкам Без меня никогда, никогда не придет Новый год. Новый год, Новый год. Да. А Снегурочка-то мы спрятали. Снегурка, выходи, Ирина Анатольевна Борисова. Вот она, Снегурочка-то наша. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Спасибо. Спасибо. Какие воспоминания о съемках у вас? Ну, очень светлые, очень теплые. Правда, у меня мало, в общем-то, съемочных дней-то там было. Только вот песни в конце. А поете сами? Нет. Что интересно, я даже не знаю, кто поет. Да? Да. А мы думали, что условиями прямо... Это я. Мне не сказали, я очень интересовалась, но мне не сказали, кто. До этого фильма, незадолго до этого фильма, я снималась в музыкальном фильме на студии Довженко. Но в чем фишка? Снимали в декабре. И вот у меня было испытание холодом. В декабре? В декабре. Сидим в автобусах, вот снег пошел. Сидим, ждем в куртках, там все такое. Потом солнце, солнце. И мы бежим быстрее на съемочную площадку. Опять тучка зашла, снег пошел, мы опять в автобус. Ну, это... Так что я вот... Ирина, я потерял нить, но это другой фильм, да? Да, другой. Я говорю, как я стала снегурочкой. А, понятно. Я прошла испытание холодом, морозом. Поэтому вы стали снегурочкой. Долгий был путь. Попростой.